Всем привет! У меня продолжается эпопея с выбором машин. Я уже, конечно, почти на 100% определился, но все равно перед тем, как сделать окончательную покупку, хочу еще примерить одну машину. Мы приехали в новую компанию, где есть много крутых машин, и сейчас мы будем выбирать машину, на которой мы будем кататься следующие два дня. Есть вот такой вот, я не знаю всех моделей, есть такой вот ламборгини, вау, он еще и кабриолет. Мне кажется, это мега крутая машина. Что за модель? Перфоманто написано. Что такое кабриолет? Ламборгини, а какая, я не знаю, но она вообще модная, очень модная. Кабриолет, это значит, что краса снимается. Ламборгини, ламборгини. Что тут есть еще? Очень похожая, но какая-то, мне кажется, постарше и не такая крутая. Посмотрите, какой у нее этот просвет. А почему? Это что, показывают какие номера будут? У нее нет номеров, ну, места, куда прикрутить номера, поэтому сделали такую наклейку. Мэтт. Мэтт 35 тип. Ну, короче, она какая-то уже зачуханная у нее эти диски, и она вообще какая-то старенькая выглядит. Не, не очень хочу. Тоже очень крутая, но выглядит поскромнее, скажи. Ауди как-то так... У нее машины более сдержанны по дизайну, так сказать. Машина мне по пояс, даже меньше. Это чуть повыше. Не знаю, я бы выбирал, наверное, вот эту. Кстати, что это? Астон Мартин. Английская машина. Кстати, отличается от ламборгини. А ламборгини как едет, кричит на весь, не знаю, район. Это же тихонечко. Но тоже очень крутая. Вот это машина называется Камар. Смотрите, она такая длиннющая, реально. Вот те малыши ламборгини, это прям такая, ух. Так, что еще есть? О, кубик. Вот мы ездили, нигде не видели кубиков. Вот это пацанская машина. АМГ, все дела. Ну, красный салон, конечно, не очень, но так для примерки подойдет. Как вы думаете, какую из этих машин мы будем примерять? Вот эту мы уже примеряли, это же ГОСТ, правильно? Роуз-Ройс ГОСТ. Такую мы уже пробовали. Крутой рейндж-ровер спорт, SVR. Может, вот эту попробуем? Она мега крутая, это SVR. Она самая мощная, самая быстрая. И рычит тоже. Не, ну у нас же тоже, ну, точнее, рейндж-ровер. Ну, этот очень рычащий и такой борзый. Зеленый. Зеленый. Мне не нравится. Ну, черный салон. Такой модный, модный. Так, это все, что у них есть. Я бы хотел еще что-то. Слушай, а мы еще Audi не пробовали. Вот такую не R8, а такую просто нормальную, крутую Audi. Это RS7. Это очень крутая машина. Класс. Так что? Какую? А секрет. Вот сейчас все, подпишем и покажем. О, вот это уже что-то похожее. Может, эту возьмем, а? Да. Красотка. Это Урус. Урус, Урус. Нагоняйте, нагоняйте. А рычит как, а? А колеса поцарапанные какие. Вот это аппарат. Он даже не сравнится. Вот это даже не сравнится с вот этой красоткой. Супер быстрой, супер крутой и супер офигенной. Тут 23 диски. Колеса шикарные. Машина обалденная. Вообще мозг выносит. Просто надо ехать, кататься, пробовать, как она едет. А как она рычит. Идем, сейчас я заведусь, вы послушайте. Я тоже знаю. Посмотрите на этот аппарат. Это просто космос. Это настоящий ламборгини. Только внедорожник. Смотрите, как включается зажигание. Чтобы случайно я не нажал, надо поднять кнопочку. И нажать это. А? Как? Как вам этот звук? А ну? Что-что. А на таких машинках я еще не катался. Поехали. Я просто в восторге от этой итальяшки. Это не те ламборгини, которые по пояс только. Это настоящая взрослая машина. Мне тоже нравится. Пап, может возьмем себе такую? Катя, ты как скажешь? Очень круто. Да, серьезно, машина помна. Космос. Я бы, наверное, выбрала розовый или белый салон. Розовый салон? Ну что? Розовый? Ладно, тогда белый. А мне нравятся коричневые. А может быть синий? Синяя машина с синим салоном, а? А мне синий не нравится. Вот. Белый и голод. Ой, вы такие балованные. Я прям не могу. Может спорт режим? Я бы с удовольствием. Но ты надо на трек где-то ехать, на какую-то пустую трассу. Куда же из них тут лететь? Еще и камеры везде. Я подписался, что я не буду нарушать. Я подписался, что я буду ездить максимум 100 миль в час. Это 160 километров в час. Больше нельзя. Так зачем тогда Ламборгини? А в Германию поедем? Там где хайвэи вообще безлимитные. Можно летать сколько хочешь. Едем в Германию? Да. Поехали. Поехали. И это даже не спорт режим. И это всего на все 85 миль в час ты там разогнались. Это вообще ерунда. А сколько это километров? 150 где-то. 170? Нет, меньше, меньше. 100 миль в час это 160 километров в час. 85 это вообще 140. Вообще детская скорость. Не знаю, что вы там с машинами, но я голодная. Идем кушать. Давай. Хорошо, идем. Ребра всякие там, стейки подойдут? Да, я обожаю ерунда. Да. Номера будут сейчас сходить. Я даже не знаю, какие у меня номера. А оплачивать надо по номерам. Да. Потерялся я прямо. А давай мы пойдем туда, в Фрайдейс. Можно нам Фрайдейс? Можно, там вкусная есть еда, да, я знаю. Ах, как рычит, вы слышите это? Ох, какая машина. Ламборгина. Она когда стоит, вот стоит, и сейчас я тронусь, слушай. Слышно что-то? Нет. Очень нежный, но очень мощный звук. Ладно, все обедать. Давай, я уже тоже голодный. Машиной я очень доволен. А теперь идем обедать. Да. А что, она не моргает? Она хоть закрыта? С третьего раза моргнула. Вот, вот так вот. А ну, попробуй открыть. Закрылась машина? Вот кто мог... Какой нехороший человек, мягко говоря, мог так поцарапать диски, а? 23-е диски, блин. Добро пожаловать в Фрайдейс. Хотя сегодня вторник. Я никогда не был в Фрайдейс. Посмотри, какие двери. Вау. Прошу. Это американская такая тема. Пошли, пошли. Катя, бутылка такая модная. Спасибо. Пиполку съела уже. Нам дают круглый стол. Что это такое? Рисовалка какая-то, что ли? Нам это не надо. Катя. Вообще-то мы собирались варить желтую машину. Но потом нам обещали красную, а в результате приехала синяя. Ну, тоже неплохая. Нравится вам машина папина временная? Да, но вот эта не сильно. А как я рычал, а как я разогнался по трассе? Тебе понравилось? Супербестра? Не сильно. Девочки, ничего не понимаете. Девочки, главное, чтобы розовый салон был. Мама тоже ребра заказала? Мама, ты ребра заказывала? Не знаю, наверное. Спасибо. Это для меня. Мы в шоке были от машины, а теперь мы в шоке от еды, от количества, которое мы заказали. Кате куча ребер, мне здоровенный бургер. Вот такой вот хлебушек. Ой, еще барбеку соус отдельный. У меня огромный салат. Такой. Я начну с хлеба с чесночком и сыром. Я тоже. А я с сухому займу. Это конкретно американское заведение. Посмотрите на количество еды, которое они принесли. Ну, вкусно. Всем приятного аппетита. Спасибо. Приятного аппетита. Денис. Приятного аппетита. Приятного аппетита, Джеймс. Все садимся. Вкусно очень покушали. Теперь весь задание отправить приз мальчику, который выиграл рюкзак. У нас был розыгрыш на канале. Да, ему надо. Он долго нам не отправлял этот адрес. Я уже думал, что он все потерялся. Но он прислал. И нам надо ехать ему отправлять. Смотрите сейчас, как вот эти банкинголовцыны будут вылетать отсюда. Я завожусь. Это звук. Поехали. Красиво? Да. Полетели. Нам надо еще упаковать этот подарок. Да, поехали домой упаковаться. Можно я? Может. О, скорость. Чувствует скорость, что ты набираешь. Сейчас почувствует, хотите? Нет. Вау, она прыгает. Она реально чуть не подпрыгнула. Казань, Казань, смотри. Брынь, брынь, брынь. Нет, 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 нет. Круто? Нет. Реально это самая быстрая машина, на которой я ездил. Она прям, ух, рвет. Не зря его называют самым быстрым недорожником в мире. И это на обычных, самых комфортных настройках. Карт? Да. А если бы это был спорт, вот так вот, это было бы космос. Ну, мы вернем назад. А как вернуть назад? Давай, я хочу потрапать в спорт. Да куда ж тут попробовать в городе? Это надо на трек какой-то ехать, гонять. Это спорт? Нет. Это обычный комфортный режим. И она летит. Крутая. Мне нравится. Очень крутая. Прям вау. Мне не нравится, когда неожиданно папа рискует. Я ж не рискую. Ну, чуть-чуть рискую на штраф нарваться. Ну, вроде не сильно. Как раз камера. Довольна, как слабо. Ну, так как. Так вот что в потолок упираюсь. Реально. Крутая машина. Плазна. Да, пустится как-то чуть-чуть. Даже потолок есть. У меня есть еще колеса, и они крутятся. Ну, такой-то было. А, в смысле, стекло? Мы приехали на крутой тачке. Привет. 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 Выходите. Привет. Вы слышали, что она сказала? Говорит, твой телефон еще все в машине. Забери его, не забудь. Откуда она знает? Ну, что я поставил сюда вот машину телефон, и она его определила. Идемте собирать чемодан. Кстати, это не мой телефон. Это мамин старый телефон. Позорный уже. Я сейчас перестану вас снимать. Ну, что крутой папин телефон, и мама снимает. Ну, проходи. Я все еще объедена, мне кажется. Чем эта машина плохая? В крутых машинах... Нет, что-то не открывается. В крутых машинах должны быть доводчики. То есть, легонечко предваряешь, и она сама так... И всосала дверь. Не-а. Здесь надо вот так вот. Как холодильником. На даче. Мы собаке из Фрайдейс привезли ребрышки. Да. Из ресторана. Косточки. А, косточки. Ну, косточки ребрышек. Мам. Открывай. А ты хочешь показать зрителям котяток? У нас там беспорядок. У нас там куча детей. Шестеро детей. Любка! Любка! У нас у нашей Гучи новая кликуха. Любка Галатко. Любка, любовь моя. Любка, любовь моя. А ты еще не знаешь? Вот понюхай, понюхай. Аж дрожит, смотри. Любка, из Фрайдейс, из ресторана. Как я вне стыдно. Тебе ребрышки. Так с мясом, смотри. Там даже мясо есть. Ну, бери, угощайся. Она не возьмет сама ей, надо дать проб. Да? Ну, бери. Она у меня воспитанная собака. Тренированная. Она не поймет, что такое произошло. Ее первый раз угощают на улице прямо косточками. А вы видели, чтобы на фоне крутой тачки привезли Костя из ресторана и кормили собаку дома? А собака не ест, я не понимаю. Она что? Ее тут все щупает просто. Ну, ладно, оставляем. Идите, собирайте чемодан ребенка. Пошли. Все, есть. Любка любит ребры. Она стесняется, что... А, она на камеру не ест. Она типа воспитанная, да. На камеру просто так не ест. Она наша фитнес-собака. Не говорит, что она очень жаренькая, толстая. Она не толстая совсем. Она уже не толстая. Она уже красивая самая собака. Покажи, моя опасная собака. Нравится косточка? А, ну-ка. Не просто косточка. Сейчас укусит, смотри. Она не любит, когда весь трогает, когда собака кушает. А ну, покажи, как ты кручишь. Не надо висить собаку. Давай только один раз. Особенно Макс любит ее образнить, когда она кушает. Она ест, вернее. Видели? Какая опасная. Нечего лезть, когда я кушаю. Когда я ем. Да это ела. Самая опасная собака в мире. Вот этот рюкзак. Сейчас мы упаковываем и отправляем в город Алматы, в Казахстан, к Дамиру Оренбаеву. Ага. Как только дно закрываем. Ааа, дно? Да, ставим в рюкзачок. Стой, а давай вот этот в рюкзак? Давай, да, чтобы не было пустой рюкзачок. Вот это такие конфетки, драмстиксы. Да, еще какие-то сладости, чтобы было приятно товарищу. А я думаю, что пока ему доедет эта посылка, он уже это увидит в видео. Нарс. Дамир, сегодня твоя посылка едет на Ламборгини к почтовое отделение. На почту едет отправляться. Я хочу. Давай, клей сюда. Ровненько посерединке. И маркер тут. Все, маркер пишем. Выходим. Да. Все. Посылка готова. Осталось только прокатиться еще на Гаранжровере. На Ламборгини. И отправить Дамиру вот по такому адресу не покажу. А у нас с нами. Казахстан. Интересно, тут есть вот эта открывалка модная? Нет. Даже в этой крутой машине нет модной открывалки. Приходится нажимать. Не бросай. Стой, что если раз вот эти драмстиксы, это же лейки, они расплавятся? Ну, будем надеяться, что нет. Вот и почта. Что, остановился? Застрял, что ли? Давай выше. Капец. Какая-то машина поломанная. Поломатая. Поломатая. Не закрывайся. А закрыть? Можно закрыть. Заходите. Есть, отправили. Все, посылка отправлена. Дамир, жди. Скоро она дойдет к тебе. Погнали. Давай еще последний раз сегодня прокатимся на этой красотке. Поставим ее отдыхать. Завтра еще будем гонять. Я же на дальней стороне. Там в другой стороне дверь есть, Макс. Дайте ударь, тачь, минусы. Все, пока, пока. А теперь давай еще раз послушаем звук, как она заводится. Поехали. Все, мы малышку оставляем отдыхать. И соседей удивлять. И соседей удивлять. Ну прям стихами рассказывать. А нормально вообще такую машину назвать малышкой? Для этого больше зверь. Тачка реально крутая. Я думаю бегать нету. Если ты со мной согласен, что эта тачка достойна, ставь обязательно лайк. Подписывайся на наш канал. Я хочу в багажнике жить. Всем пока-пока. А жить в багажнике это тема нашего следующего видео. А сейчас всем пока-пока. Я тоже иду. Пока-пока. Пока. А как это открыть? Это камера. Капки. Да. Какая-то она разумная. Что если вот это? Не, просто какой-то кружок.